Здравствуйте! Вы смотрите новости медицины. В начале выпуска коротко о главных темах. Глоукома может привести к частичной или полной слепоте. Что это за заболевание и какие меры профилактики существуют? Зерновой, ржаной, постный, бездрожжевой. Какой хлеб полезней для организма? Сдай кровь, спаси жизнь человека. 20 апреля день донора. Глоукома занимает второе место в стране по причине слепоты у людей старше 40 лет. Под глоукомой понимают довольно большую группу заболеваний разного происхождения и с разным течением. До сих пор нет единого мнения о том, что является причиной развития этих недугов. Однако при отсутствии лечения их исход одинаков. Атрофия зрительного нерва и, к сожалению, слепота. Глоукома – это хроническое заболевание глаза, при котором повышается внутриглазное давление и поражается зрительный нерв. У Муравленка с этим диагнозом на диспансерном учете состоят 130 человек. Это заболевание очень сложно выявляется, особенно на ранних стадиях. Вся причина в том, что развивается болезнь абсолютно бессимптомно. Из всех симптомов, вот самые яркие, можно выделить появление радужных кругов, то есть в виде радуги. Или еще простым языком, можно сказать, это как капля бензина в луже, то есть расплываются вот эти все спектры цвета. Если такие жалобы появляются и они устойчивые, то есть они сохраняются. Да, убедительная просьба, конечно, прийти к нам в кабинет и обследоваться. Другая основная жалоба – это снижение зрения. Основные факторы риска возникновения глаукомы – это наследственность, возраст старше 40 лет и заболевания, связанные с нарушением кровообращения. По словам медиков, чаще всего поражение зрительного нерва выявляется у людей при прохождении диспансеризации и профилактических осмотрах. Если амбулаторная помощь на базе поликлиники, то есть в виде глазных капель, не дает положительной динамики, естественно, мы направляем данного пациента в глазные центры, мы работаем, допустим, с федоровскими центрами в различных городах, МНТК, и там уже пациенты обследуются более узко и при необходимости им назначают или лазерное лечение, или оперативное. В основном муравленковских пациентов на лечение направляют в Екатеринбург. Все процедуры проводятся за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть для горожан они абсолютно бесплатны. Все медицинские процедуры лишь предотвращают ухудшение потери зрения, избавиться от глоукомы на совсем не получится. Эта болезнь неизлечима и имеет необратимый характер. Поэтому так важно раз в год проходить обследование у врача-окулиста и соблюдать элементарные правила профилактики. Из-за того, что заболевание длительно течет бессимптомно, то есть, ну как спасаться, естественно, что вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, за сахаром, то есть избегать вредных привычек. Приблизительно 15% больных глоукомой в течение 20 лет полностью теряют зрение хотя бы на одном глазу. Единственный способ его сохранить – строго соблюдать назначение врача. Помните, без своевременного обнаружения заболевания и вовремя начатого лечения зрение безвозвратно утрачивается. Хлеб полезен для организма или вредит? Стоит ли отказаться от него в пользу, к примеру, стройной фигуры? Однозначного ответа нет. Но медики и диетологи в том числе говорят, что хлеб обогащает наш организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами. Правда, некоторые сорта стоит употреблять с осторожностью. Пшеничный, ржаной, бездрожжевой, на льняной муке. На прилавках муравленковских магазинов почти 40 сортов хлеба. Мы выпускаем более 30 наименований хлебов. Среди них есть полезные сорта хлебов. Хлебов, как морковный, стирата, зерновые, бездрожжевые сорта хлеба. Морковный хлеб, например, имеет в своем составе лен, семечки подсолнуха, ну и морковь саму. Когда мы покупаем хлеб, то отдаем предпочтение вкусовым качествам и калорийности. Главное, чтобы он был свежим, ароматным и с хрустящей корочкой. Чаще всего мы покупаем стирата, потому что, ну как мы знаем, что они сделаны по натуральной технологии. Очень вкусный хлеб и стоит для такого качества, в принципе, и недорого. Вот этот. Он когда свежий, очень вкусный. И мягкий всегда. И насыщенный. Квадратный, не резанный. Он намного вкуснее. Есть хлеба, которые забитые, ну имеются, они просто сами по себе, по составу имеют мало дрожжей, и они неподъемные. Как бы тяжелые хлеба. Многим нравятся такие хлеба. Ну и есть хлеба пышные, которые раздуваются, их специально растаивают, чтобы они были пышными. Я думаю, здесь на любителя, кому что нравится. Но вот медики говорят, что при выборе хлеба нужно не только отдавать предпочтение вкусу, но и обратить внимание на свои хронические заболевания. Оказывается, не весь хлеб бывает одинаково полезным. Если, допустим, заболевание желудочно-кишечного тракта, то лучше, конечно, использовать бездрожжевой хлеб. Если заболевание эндокринной системы, либо сердечно-сосудистой системы, то это должны быть хлеба из, допустим, из пророщенных жирен пшеницы, никаких хлебозлаковых. Хлеб содержит жизненно необходимые нашему организму витамины группы В, Д, Е, а также кальций, цинк, железо, йод и фосфор. Употребление хлеба положительно влияет на нервную систему состояния волос, кожи и ногтей. Он быстро избавляет от чувства голода и насыщает организм. И, кстати, некоторые сорта абсолютно не вредны для фигуры. Бытует такое мнение, что от хлеба толстеет и содержит очень большое количество углеводов. Но углеводы, как мы знаем, они все разные, бывают простые и сложные. И если употреблять именно в пищу хлеб, который содержит сложные углеводы, то никакого вреда фигуре он не нанесет. Специалисты рекомендуют выбирать именно тот сорт, который вам подходит. Причем полностью отказываться от хлеба не рекомендуется. Учитывая, что наша область очень эндемична по эндокринным заболеваниям, то лучше употреблять хлеб, который содержит морскую соль, либо водоросли ламинарии. Сейчас у нас очень большой выбор хлебов в городе, и можно выбрать именно такой. Ну и, конечно же, который будет содержать большое количество витамина группы В, потому что все визлайки содержат большое количество витамина группы В, для того, чтобы для профилактики, опять же, гиповитаминоза. Выбирать буханку нужно с ровной поверхностью корочки без трещин. Ржаной хлеб должен иметь темно-коричневую корку, а пшеничный – золотистую. Лучше всего покупать хлеб известных производителей, и только свежим. 20 апреля в России отмечается День донора. Эти люди безвозмездно жертвуют свою кровь и ее компоненты во благо здоровья и жизни других. У Муравленко около 2000 доноров, 180 из них – почетные. Галина Мороз – почетный донор. 26 лет она сдаёт кровь и плазму. Она делает всё возможное, чтобы спасти чью-то жизнь. Начала я сдавать кровь с 1992 года. Это было здание старого хирургического корпуса ещё. Там находился кабинет переливания крови. И с тех пор я продолжаю быть в рядах доноров. И по первому зову специалистов отделения переливания крови я прибегаю на помощь. На её счету более 25 процедур сдачи крови и 70 плазмы. Каждый забор занимает около 15-40 минут. Но потраченное время никогда не сравнится с осознанием того, что ты смог помочь, пусть даже совсем незнакомому человеку. Мне кажется, что это очень важное дело. Сдать кровь – это отдать частичку себя, чтобы продолжить жизнь взрослого, а может и очень маленького пациента или больного ребёночка, чтобы у него продолжало биться его сердечко. Ежегодно в отделении переливания крови регистрируются около 50 новых доноров. Это немного для нашего города. Доноры нужны и стать им несложно. Начать нужно с терапевта в поликлинике, я думаю. Он назначит ряд обследований необходимых для выявления противопоказаний и о том, что у него нет каких-то хронических заболеваний, которые являются препятствием для донорства. Стать донором может только абсолютно здоровый человек. Даже маленькая простуда накладывает на какое-то время запрет на сдачу крови и её компонентов. Если вы приняли анальгин, это на трое суток является медотводом от донорства. Если вы посещали стоматолога и удаляли зубы, например, это на 10 дней делает невозможным донорство. Ну и так вот может набраться около 10 временных противопоказаний. Это всё решается с доктором в отделении приливания крови. Ежегодно в отделении собирают около 800-900 литров крови. Более 300 постоянных доноров приходят сюда для того, чтобы совершить благое дело. На сегодняшний день у нас достаточно запасов крови и плазмы практически всех групп крови. Доноры у нас очень активные. Мы ведём с каждым донором индивидуальный график сдачи крови. Перед очередной сдачей крови необходим перерыв. Два месяца. Именно столько требуется донору для восстановления организма. После плазмофереза на это уходит около 10 дней. Звание почётный донор человеку присваивается тогда, когда он 40 раз сдаст кровь или 60 раз плазму. Но дело абсолютно не в званиях, а в осознании того, что если ты сдал кровь, значит спас чью-то жизнь. Это вся информация выпуска. Помните, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Берегите его и будьте здоровы!